Музыка Свежий воздух и полноценные тренировки. То, что раньше было ежедневной рутиной, теперь долгожданное событие. Доигровщица волейбольного клуба «Заречье» Оксана Якушина признается, период самоизоляции был непростым. Эта самоизоляция, конечно, тяжело далась, энергии было много. Хоть домашние тренировки нам присылали почти каждый день, но их не хватало. Уже соскучились и по обстановке командной, и по мячу. По словам спортсменки, за время самоизоляции она похудела. Но ушел не лишний вес, а мышечная масса. Хотя Оксана тренировалась каждый день по часу-полтора. Правда, в формате онлайн. Упражнения были разные, но без перемещений, которые так важны для волейболисток. Мы каждый день занимались. У нас были онлайн-тренировки. Во-первых, зарядки в 9 часов онлайн, где, я думаю, лучшие спортсмены России выступали, проводили зарядку. Это очень здорово. И вечернюю тренировку проводили у себя в клубе. Наши тренеры тоже онлайн проводили уже силовую подготовку. Теперь за Реченком предстоит наверстать упущенное. Вторую неделю девушки занимаются на свежем воздухе. Обязательно ловите баланс. Чтобы не шатало, сделали прыжок, поймали баланс, потом опять опустились вниз. Нагрузку увеличивают постепенно. Перемещение, силовая и кроссовая подготовка – обязательная программа. Еще неделю будем тренироваться физически, потом будем переходить постепенно в зал и заниматься с мячами. Заниматься уже волейболом, потому что время осталось немного. А точнее, полтора месяца. Уже в начале сентября стартует предварительный этап Кубка России, а в 20-х числах – национальный чемпионат. К этому времени зареченки уже должны быть в прекрасной форме. Все в одинаковых условиях находятся. Все тоже были без мяча, поэтому, думаю, все будет в порядке. Мы успеем. Полтора месяца у нас есть. Мы планируем сбор выездной, если получится. Где еще добавим нагрузки. Поэтому, я думаю, что будет все в порядке. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».